Волонтерство Вместе с Антониной на встречу с такими же энтузиастами приехали 12 ребят. Среди них Мелисса Малихонова. Считает, что в волонтеры можно идти только с добрыми помыслами. Тогда и помогать будет легче. Из самых ярких событий вспоминает крестный ход. Мы помогали людям и видели их отдачу, их улыбки. Они улыбались, разговаривали очень много. Мы узнали очень много, так как были в основном люди от, наверное, более уже взрослые. Детей практически не было. И мы получили очень большой опыт. Найти общий язык, поделиться впечатлениями. На встречу православной молодежи приехали ребята со всего Подмосковья. Зал полный, почти 600 человек. Встреча интерактивная, вопрос-ответ. У микрофона ректор Коломенской духовной семинарии епископ Константин. Ребята спрашивали о семье, любви, не обошлись стороной и вопросы политические. Здесь, например, Кирилл высказал такую идею, не знаю предложение, как правильно назвать, внести идею Бога в Конституцию. Я, собственно, хотел спросить, насколько возможно воплощение этой идеи и насколько реально надо сама, ведь по той же самой Конституции Россия это светское государство. Знаете, в каждом государстве разного государства. И в одном государстве говорят, что люди не боятся своей веры, а в одном боятся. Но я бы обратил внимание, что нам, православным христианам, я немножко прямо ухожу, прямо от прямого ответа, но хочу ответить по сути. Не бойтесь быть верующими, не стыдитесь своей веры. Ежегодно в областных встречах принимают участие делегации всех благочиней Московской епархии. Этот форум уже 14-й по счету. Впервые день православной молодежи отметили в 2007 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Приурочен он к празднику Сретения Господня. Уже существует давно Всемирный день православной молодежи, праздник, который обняет православных христиан о многих странах. Уже не один год празднуется и в России, как день православной молодежи и русско-православной церкви. Это возможность встречи, возможность общения, возможность обмена опыта, возможность совместной радости. Главная задача, по словам епископа Зарайского Константина, формирование у молодых людей интереса к истории своей земли, ее святыням, духовным истокам отечественной культуры и традициям русской православной церкви. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.